Привет, это Дима. Позавчера наконец начал судиться. Спешу поделиться с вами первыми впечатлениями. Суд начался для меня с непривычно долгого и тщательного досмотра, в ходе которого толстый прапорщик фуражки отрезал все резинки и металлические элементы с моей одеждой и папок с документами, составив об этом акт в трех экземплярах. В заседании прокурор протараторила вводную часть обвинительного заключения, в которой несколько раз повторяется, что я распространил фейки, потому что все вокруг ложь и провокация, а верить нельзя никому, кроме генерала-лейтенанта Коношенкова, а даже себе. Мне на опус отреагировать не дали. Равенство сторон, конечно, равенством, но пусть подсудимый помнит, что его мнение тут никого не волнует. А дальше был какой-то цирк с конями. Это не наша инициатива, но коль скоро обвинение привело таких свидетелей, нужно же их допросить. Свидетели отличались феноменальными провалами в памяти. Никто из них не вспомнил, как он оказался на допросе в кабинете следователя, а один даже забыл свой домашний адрес, потому что на самом деле он живет в общаге МГУ, никакого отношения к нему не имея и занимая место студентов. Лишь один из свидетелей по простоте душевно рассказал нам, что знакомый из ФСБ привел его на Лубянку, где некий Алексей Капустин взял объяснение после возбуждения уголовного дела, превратившееся в показания. Самый интересный свидетель, госпожа Григорьева, остался на закуску на 28 число. Подробнее читайте в онлайне, ну и заходите на следующее заседание, если вас еще не посадили, не мобилизовали или что там еще в тренде.